Поехали! Мы в космосе были и остаемся лидерами. Геннадий Петрович, расскажите о шагах вашей с большой буквы карьеры. Почетный гражданин Самары Геннадий Петрович Аншаков посвятил более 50 лет научным разработкам надежных ракет-носителей среднего класса. Именно при его непосредственном участии созданы самые массовые средства выведения, такие как молния и все модификации Союза. Сегодня Геннадий Аншаков стал первым героем проекта «Космические старты Самары». Рассказывает о том, как развивалась самарская космонавтика. Нас хорошо подготовили. Дмитрий Ильич Козлов сумел организовать стажировку в АКБ-1 в самых лучших отделах предприятия этого АКБ-1. В настоящее время спутников нашей разработки, вот самарской, около тысячи уже сделаны и летали они. Ракет-носители сегодня тоже запусков около двух тысяч. Вот благодаря такому, такой реализации и стала Самара, как говорится, космической. В честь первого запуска «Человека в космос» сегодня стартует проект «Первые старты Самары». До юбилейной апрельской даты в Самаре пройдут съемки коротких видеороликов о предприятиях и людях, которые и сделали Самару космической. Конечно, космическая. А как же? Вот 15-го числа улетел грузовик. Он же улетел на чем? На нашей ракете, которая изготовлена у нас здесь, в Самаре. В запуск участвовали мы, самарцы. Мы обеспечиваем этот полет. Сейчас на заводе «Прогресс» в ЦСКБ разрабатывается новая, более мощная ракета. Так что все это будет продолжаться. Познавательные ролики с участием ключевых фигур космической отрасли станут полезным ресурсом для студентов профильных вузов и простых жителей, уверены организаторы проекта. Мы запишем серию видеороликов, видеофильмов, в которых будут рассказывать о своей истории, о истории ракетно-космической отрасли, о истории предприятий, о истории изобретений не только космических, но и тех, которые потом вошли в фонд нашей всей народно-хозяйственной отрасли. Все материалы будут опубликованы на открытых интернет-ресурсах Общественной палаты Самарской области, без знака копирайт, то есть для открытого пользования. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.